ДИАТИМ БАН ДИАТИМ БАН ДИАТИМ БАН ДИАТИМ БАН Дигнетес понимает, что сейчас они своими двумя пиками что-то да расскажут своему врагу То есть сейчас можно Либо смело набирать каких-то сильных героев Либо же наоборот прятать свой пик Точно так же как и Virtus.pro и ждать ответного хода То есть во вторых двух пиков Virtus.pro уже хоть один лейн раскроет Ну в принципе уже раскрыли Darkseer, что будет стоять Hardlane скорее всего Darkseer в любом лайнапе полезен, то есть он как минимум стратегию не выдает Так, ну и времени 45 секунд резервов, все меньше и меньше у Дигнетес Сегодня они прямо-таки задумчивые Все-таки берут лайфстилера Раз не достался врагу, ну почему бы и нет Virtus.pro брать его не стали Поэтому достается команде Дигнетес Ну и кого еще здесь можно придумать? Ну например того же самого Бэйна, чтобы не достался врагу Вместо этого берут Жакира Таким образом Virtus.pro сейчас могут взять Бэйна, попробовать Хвата держать лайфстилера, могут взять кого-то Интересного, либо на трейлейн, либо на мид Пошло уже время Берут Пака Пак пойдет на мид, на миде неплохо отстоит Ну и потом уже начнет ганкать Если накопить нам быстрый Диггер, уже будет очень даже страшно То есть летает, дает Венегрифт АОЕ Сайленс Ставить их Дримкоил Ну и пошло-поехало АОЕ урона много, АОЕ контроль Герой просто замечательный Пошел резерв, добирают Бэйна Как я и говорил, здесь особо вариантов Не то чтобы не было, но тем не менее Бэйн Наиболее удачный здесь пик в этой ситуации Команды уже более-менее привыкли это делать То есть кто-то берет лайфстилера Кто-то пытается отобрать сразу же Бэйна Финс Гриппом Лайфстилер в драке просто держит Не дает им никого кусать И это вполне работает Дигнитас добирает Никса То есть показали для начала свой трейлейн Скорее всего лайфстилер Жакира и Никс Пойдут Либо фармить, либо наоборот воевать Со вражеским трейлейном Здесь еще надо посмотреть Кто падет на мид и кто падет Собственно соло Будет ли это хардлейнер Либо же наоборот Товарищ какой-то, который будет фармить Кипер Узлайт банит Виртуз Прон На случай, если Никса Сайсен окажется Мидовым, то есть если он падет на мид Отвечает сразу же Виером Фурион от Виртуз Про Вот как раз Фурион вполне мог появиться Пошел бы на хардлейн Деревень пытался отводить крипов Если бы не получилось, пошел бы в лес Но в лесу бы разогнался Расформился, прилетал бы Каждый раз сплит пушил Можно купить Шадо Блейд Можно ганкать с лайфстилером То есть сажать его в себя инфестом Прибегать к кому-то и моментально убивать Дигнитас думает дальше То есть может оказаться на трилейне То есть здесь остался один саппорт И какой-то трилейн кэри Банит Алхимика Отвечает сразу же Клокер Виртуз Про Алхимик действительно мог расформиться То есть несмотря на Достаточно сильные лейны Не то чтобы лейны Лейн Трилейн Команда Дигнитас Пока что они показали, что из райт кликеров Будет только лайфстилер Вопрос лишь в том, кто пойдет на мид Пойдет ли на мид снекинг На Ланая На Тимплор Ассайсин Вот как раз Это и может быть тот дополнительный райт клик Которого так не хватает Пока что Дигнитас Однако первую пику Виртуз Про Они Хотя Есть уже пак Дарксир То есть я не думаю, что Виртуз Про Будет добирать какого-то второго райт кликера Здесь Доделать трилейн осталось И Спокойно все расставить Скорее всего Трилейн будет фармящий Учитывая, что есть Дарксир Дарксир расставить В сейфейн Но не самая лучшая идея Он Может и похардлинить Может и в лес сходить То есть лучше свободный фарм отдать кому-то еще Дигнитас Банит Сайленсера Хм Возможно у них что-то есть на уме Поэтому моментально Берут Дисраптор Виртуз Про Судя по всему Дигнитас Рассчитывали брать Например Того же самого Шторм Спирита Можно было взять Ну и Сайленсер ему очень сильно мешает Своим глобалам Своим ультимейтам Теперь мешает и Дисраптор Не одно, так другое Таким образом Дигнитас уже не мог взять Шторман Но посмотрим Возьмут ли Тимплара Ассайсин сейчас Время 15 секунд То есть на случай Если одного Ластилера не хватит Надо еще кого-то придумать Вертуз Про Планирует играть просто агрессивную игру Через одного кэри Саппорт им Более-менее сильный То есть будет каждый раз возвращаться Ставить В барьер Дисраптор Накрывать Статик Шторм Ну и Бэйн Раздавать Кому Найтмар Кому Финс Грэйб Стоять Файт и Ченнелис Пак Ну в принципе А у Еурона хватает Дарк Сир Пак Дисраптор Все-таки берут Шторм Отдигнутся Решили, что Дисраптор Это Недостаточный аргумент Шторм будет влетать В тимфайт Пытаться Подбить саппорта Ну и если Дисраптор Успеет поражать Глимс Шторма просто можно вернуть Хотя Не факт, что успеет Там небольшой Каст тайм То есть Ластилер Как минимум успеет вылезти Даже если Шторм вернется Нага Сайрен От Вертовс Про Уже показывали они нам Нагу Сайрен В матчах против Дай бог памяти И Илл Джинниус Если я не ошибаюсь До этого играли Получалось весьма интересно Тот матч с Нага Не выиграли Достаточно неожиданно Для соперников Насколько я помню Но давайте посмотрим Выиграт ли в этот раз То есть У Наги есть Инснэйр То есть Припечатывает Ластилера Просто к полу Несмотря на Рейдж То есть Сбивает ему телепорты В Рейдж Ластилер будет просто Не убежать Драгон Найт То есть Драгон Найт Будет стоять скорее Хотя Посмотрим То есть Где будет фармить Ластилер В принципе В лес Можно отправить Трейлайн Сделать Драгон Найтом С Драгон Найтом Посмотреть Что будет происходить Ну Более менее Интересный такой пик Похоже будет ремейк Давайте посмотрим Рехост Давайте подождем Буквально 5 минут Обсудили пики Ремейк будет АП Буквально пару минут Перерыв Субтитры подогнал «Симон» 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 Напомнить, Raid Call Dota 2 Лига, групповые этапы. И осталось 20 секунд, сейчас уже посмотрим, кто куда, кто на ком. Можно здесь рассмотреть пики, но потом уже обсудим, кто кого возьмет. Сейчас уже начнем. Virtus.pro, сторона Radiance. Стоит напомнить по серверам правило, что Radiance сторона в первом матче. В первом матче они выбирают сервер. Какая-то проблема, вылетел. Так, минуточку. Итак, возвращаемся. Давайте смотреть. Virtus.pro, сторона Radiance. Xe, Darkseer. NS на Disruptor. Illidan, Naga Siren. Smile на Benny. Ну и последним идет Blue на паке. С этой стороны команда Juniors, сторона Dire. Juniors на Live Stealer. Snaking. Storm Spirit. А вот 2000 Dragon Knight. Ну и два саппорта Way to Sexy на Nixosize. Ну и Fogged на Жакира. Заходит в лес с Крэзентом. Замечает Illidan. Illidan вбегает. Не боится минусует 7 армора. Нападает на Snaking. Далее мы кандерстрайк. Однако у Illidan уже проблем. Очень мало хупостаётся. Замедляет. Забирает фосбат Way to Sexy. Однако погибает Dragon Knight. Dragon Knight. Добивает Дисраптор. Гонит ещё и Snaking. Неужели добьют? Добивает ещё и Snaking. 2-1 моментально становится счёт. Пак получает килл. Ну и отправляется на лейн. Вот так встретились. Потеряли Dragon Knight. Потеряли. Storm Spirit. Двух очень важных героев. Ау, и стоит. 474 золота. Две яйтышки есть. Не стал даже танго покупать. Dragon Tail вкачивал как раз. Он там кого-то вставил. То есть, судя по всему, по ситуации вкачивал. Ну, интересное начало. То есть, у Virtus.pro небольшое преимущество сейчас по деньгам. Однако, Нагу потеряли. Я не думаю, что для Illidan это проблема. У него Pro Man Shield есть. Саппорты запулили оригин. То есть, сейчас расформится. На миде встречается. А у Д1000 Dragon Knight он будет стоять на миде. Ну и... Я думаю, что не так. Должен его гонять. Посмотрим, как здесь будет выживать Dragon Knight. Ну, в принципе, есть пассивка. Есть Dragon Blood. Можно ее вкачать. Вживать. Можно и Курьеру бы только носить. Курьером. С проблем возникнуть. Не должно. Пока не придут ганкеры. Ганкеры вполне могут прийти. Но смока здесь не видим. То есть, возможно, просто будут стоять защищать Нагу. Учитывая, что здесь трейлы и не трейлы. У Наги могут быть проблемы. Посмотрим, что здесь будет дальше происходить. Будут ли еще какие-то убийства. На топе. Ксид Дарксиром стоит против Снэйкинга. Снэйкингу на мид пойти не дали. То есть, Dragon Knight сказал, что он не хочет ходить против Дарксиром. Он лучше постоит на миде. Ну, почему бы и нет. Шторм Спирит. Рейнджовый спокойно. Крипов подобивает, я думаю. Главное, получить еще стоит. Там уже Дарксир не сможет на него так нападать. Сив пошел. Перерезает крипов. Сейчас на себя Эншел наденет. Либо просто их убьет, либо сам запулит. Так, здесь уже набегает. В эту сексу очень мало ХП остается. Половина ХП. Проседает от Андерстрайка. Еще буквально пару ударов. У Лидана угонит. Но у Лидана 12 секунд кулдаун на ретайзе. Поэтому просто отошел. Упалзает здесь. Юниверс. Сунулись. Посмотрите, здесь происходит отпул. Как раз пытались отпул суворовать. Но Виртус Про очень агрессивно себя привели. И отпул забрать не дали. Убивает вражеский обсервер сразу же. Смекнули. Что к чему смекнули? Что их видели? Приходят. Хотят попробовать еще раз. Лидан выходит. Сейчас даст опять 7 рейнтайд. Но замедляет Смайла. Смайл может спастись. Накинут на себя найтмер. Пока что получается там вдвоем с НС. Но мало ХП уже очень остается в Эйту секси. Погибает. Это вторая смерть уже. Гонит Смайл. Посмотрим добьют ли. Буквально один удар остается от Жакира. Смайл пытается заджукать. Но Жакира не угадывает Айспад. Юниверс погибает. Его просто доковыряли. Здесь Лидан. Вместе с Дисраптором. Ну и Жакира остается один. Сейчас его похоже убьют. Однако приходит в Эйту секси. Уже респамлся. Добивает Бэйна. Но тем не менее. Жакира все равно потеряли. 5-2 уже счет. Какая-то мясорубка здесь на ботлейне. Что для крипов было. Что и сейчас происходит. Возвращаются все обратно. Ну в принципе Виртузправ вполне довольны таким исходом. Очень долго пытались убивать Смайла. Очень долго бегали. Лайфстиллер. Здесь пока за деревьями. Как-то вот так подходил Жакира. Лайфстиллер ходил вслед за Жакира. И просто его ковыряли по пути. Автоатаками. Добили. А вот это еще один из крипов. Один раз погибал еще до ферзбада. Не то что до ферзбада, да. Первых крипов. Пока один килл. 17 крипов. 10 денафи. Стоит спокойно. ХП маловато. Но в итоге есть регена. Не проблема. Просит паузу. Кси перенес себе уже рецепт на Слоу Ринг. Возможно было кстати и сразу, если честно. Не успел заметить. Хотя вот Курьер летит. Возможно как раз он ему не нес. Здесь Курьер. Даже бутылочку купил себе Дарксир. То есть с маной проблем не будет. Не будет проблем с ХП, если дадут ему носить эту самую бутылку. В принципе у Пака был регент. То есть он пока что живет. Бутылка полная. То есть некоторое время Курьер свободен. Ну и таким образом Дарксир может каждый раз перерезать крипы. Стоять, фармить. Снэкинг будет вынужден танковать. Либо сам, либо заставлять крипов танковать вышку. Это не очень приятно. Осталось одно танго. Две сальвы. Видимо приносил себе дополнительный регент. Хотя может запулили саппорта. Нет, не запулили. Это его сальва. И его же танго. 17 лосхитов. Дарксир А21. Ну и понятное дело в Укси таким образом появится. Очень быстро Мека. Сейчас еще и Солринг доделает. А он шелым просто житья не даст. Как только купит Меку. Как только Дайгер появится у Пака. Пак стоит фармит. 500 монет. Но сперва надо купить ботиночек. Возможно даже Мэджик Ван доделать. И потом уже можно задуматься про Дайгер. Ну и как видим саппорта здесь чуть ли не четвертого уровня. Уже Дисраптор. Бейн пока что третьего. Бейн погибал. Нага. Нага уже четвертого. А здесь все второго. Все кроме Жакира. Жакира третьего уровня. Тем не менее. Три лейны здесь пока что. Не удается скажем так. Ну посмотрим. Дигнет не сдаются, не расходятся. Пока что слишком рано расходиться. Третья минута меняется куда-то лейны. В принципе саппортов можно перевести наверх. Прогнать Дарксира. Не дать им нафармить на быструю Мекку. Лайфстилера можно перетянуть в лес. Чтобы он спокойно там отфармивался. Он вкачал себе один фист уже. В принципе проблем быть не должно. Денег 400 золота. Но возможно сейчас. Как-то попробует повернуть. Попробует еще разочек подраться. И там же если не получится. Можно будет им менять лейны. Уже. Признавать идею неудачной. Этой три лейны. Я думаю уже можно переключать на Найтворс. График слева. Как видно пак на первом месте. 1900 Найтворса. На втором месте КСИ, который там чуть ли не на фрифарме стоит. Убивает крипов Эйншилами. И понятное дело Нага Сайрен. То есть Виртус Врон на всех лейнах дела идут в принципе неплохо пока что. Сервер, напомню, Люксингбург. Возможно это ключевой фактор. Возможно нет. Но посмотрим. Что есть дальше будет происходить. Юниерс. Видит Энесса. Энесса замедляет не раздумывая. Однако очень далеко саппортовой. И Секси ловит сетку. Жакира Айспатом все-таки дотягивается. Но замедление пропадает. Поэтому Дисраптор просто отходит. Дышит на всех Жакира. Пытается замедлиться. Смол очень мало ХП остается. Получает Андерстрайк. Ну уже по-любому погибает. Осталось только спасти Элидана. Элидан отходит. Ну и в принципе его здесь уже никто не подобьет. Использует Салью. Гонит в эту секси. Дают ему Найтмар. На Сорейп мана немножечко не хватает. Буквально одной маны. Ну в итоге даблкил забирает Элидан. Мана накопил. Проражал Рейптайв. Скал Сорейп. Курьером здесь Дарксир продолжает носить бутылку. Ну как видим. Еще раз засунулись. То есть как-то неудобно. Слишком заходит Лайфстиллер. То есть он уже здесь. А два его саппорта только здесь. То есть им бежать очень далеко. Учитывая что ботинок нет ни у того ни у других. Пак судя по всему прогнал все-таки. Ау, две тысячи слейны как видно. Тут покупает себе ботиночек. На единичку Драгонблат вкачан. Но этого явно недостаточно. Есть еще и бутылка. Сейчас вернется. Продолжит фармить дальше. Сам пока что пятого. Пока не появится ультимейт. Кси принес себе слоу ринг. В принципе можно и в лес перетянуться. То есть он понял что стрелы на саппортов увели. Здесь остался один юниверс. Юниверс мог пойти и в лес. Но решил постоять и получать соло опыт. Посмотрим дадут ли ему это сделать. То есть Нагу Сайрен сейчас если кинет сетку. Он скорее всего будет погибать. Но у Наги нет маны. Это проблема. Однако у Несса скоро появятся деньги на Аркенбут. То есть ему даже можно отдать пару крипов. Аркенбут появится и можно будет ману заливать, убивать. Лайфстиллера. Проблем быть не должно. Ну и как видим Дарксир не сильно расстроился. Что его с топа прогнали. То есть пока что он даже саппортов не видел. Но сам понял что с ботлейна люди ушли. И поэтому они сейчас появятся на топе. Будут делать здесь отпулы. Это действительно происходит. Но он получает здесь примерно с такой же скоростью фарм. Как если бы стоял на лейне уже. Ну пока хейст. Пак тратил дреймкоил между прочим на Драгонайт. Когда пытался его подбить. К сожалению не застал я этот момент. Но Драгонайт спокойно улетел на базу судя по всему. Пак получает еще и невидимость. Мало того что быстро. Так еще и невидимо. Можно попробовать куда-то прийти. Но пока что на всех лейнах вроде бы дела идут хорошо. То есть надо продолжать фрифармить. Драгонайт пропал. Драгонайт перетягивается на топ. У него появился ультимейт. Они хотят запушить судя по всему. Здесь только Юниверс. К ним пока что не присоединяется. Но он здесь особо не нужен. Начинает клупать Тауэр. Как видно 3 ранжевого крипа. То есть вышка сейчас проседает очень серьезно. Придет еще и Драгонайт. Включить ультимейт. Начнет наплевывать по вышке. Вот он включает. Вышку отравляет. Как видно 20 урона в секунду. Дарксир пришел. Пытался крипов увезти. Но в принципе. Больше часа крипа его. Уже успел. Уничтожить как Эвеншелл. Так и просто. Так приходит Пак. Пак получает ментальный стан. Здесь пиаза сентри вард. Прилетает еще и Снекки. Притягивает. Вортекс потратил. Но. Тем не менее Пака убивает. Не получилось. Вот так с инвизом просто зайти. Убить кого-то. Дарксир. Даже потратил ультимейт. Поставил в олов реплика. Но врага этим не напугал. Постояли все в стенке. Тауэр конечно не запушили. То есть Пак с ценой своей жизни. Отстоял Тауэр. Но не факт что это того стоит. То есть лучше все таки на Паке получить. Быстрый Блинк Даггер. И потом уже. Что-то думать. Кси тем временем. Покупает Хедресс себе. Хватает уже на Чейн Мэйл. То есть до Мекки осталось всего ничего. Скоро появится Мекка. И скоро можно начинать уже будет пуши. Как видно здесь уже Нага прожимается. Первый спел размножается. Крипы моментально убиваются. За счет рептайда. Ну и Клупает Тауэр. Пока что Фортифай. Но в следующий раз Фортифай не будет. Приходит Снекинг. Увозит всех крипов. Все немножечко расходятся. Можно сделать отпул. Можно попробовать подбить Снекинга. Давайте посмотрим, что придумает сейчас Виртус Про. Похоже, решили подавить. Здесь Тейдж ждет руну. Смайл. Точнее, охраняет руну для Пака. Если Пак сейчас пробежит на ботлейн, то вышка достанется им, скорее всего. То есть Штормал можно попробовать подбить. Понятное дело, у него есть ультимейт. Он может улететь, но... Можно попробовать вернуть обратно. Давайте посмотрим, как дела с Глимсом. Глимс третий уровень. То есть, как видно, уже... В пределах экрана может вернуть... НС. Если Шторм будет пытаться прыгать. У нас скоро появится ультимейт. Кстати, к Шторму вот как раз его очень сильно не хватает. При игре против Шторма. Но Шторм перетягивается на мид. Здесь, видимо, хотят как-то напасть на Пака. Пак потратил свой эскейп. Моментально влетает. Снекинг, Снекинг. Получается Айленс. Пока что не может притянуть Пака. Однако, тем не менее. Замедляет. Убивает Саппорт. Летит на помощь. Но Саппорт немножко запоздал. Здесь четверо. Сейчас убьют еще и Смайла. Смайл получает Драгон Тейл в лоб. Инфест даже потратил Юниорс. Пытался Инфеста добить. Ну, стоит понимать, что потеряли Тауру все-таки Дигнатис. Вышку сейчас заберут в ответ, судя по всему. Убивает пока что криповку просто. Бритфайр замахся в Драгон Найт, поэтому с криповами проблем не возникает. На вышку наплевает, вышка проседает. Здесь тоже очень мало ХП осталось у Тауру, то есть в принципе можно сейчас на топ перетянуться и забрать еще немножечко золота. 1300 уже у Снэйкинга. Начинает выбиваться в лидера. По Найтворсу пока что на третьем месте, но глядишь, разгонится. Варды пути расставляют, ну и сейчас этот криплейф добить, и можно уже будет с вышкой покончить. Однако Нага не прекращает, то есть Слейна не уходит, спокойно стоит, хоть ультимейт не вкачивает. Нага не скинул поинк, ультимейт не лидан. Маны, правда, не хватает, то есть если кто-то придет. Вот, возникнет проблемы. Поэтому немного отходит. 1600 золота. Стоит, покупает телепорт, и если что, прилетит на топ. Так, ну Virtus.pro всем своим складом приходит на топ, то есть вышку решает дефать. Находит Фогда, Фогда просто моментально погибает. Там и Брейнсап в третьем урне. Первый демэдж напомню, то есть 10-30 первые демэджи. Ну и про каст, от пака, про каст от Дисраптора. Тендерстрайк, хоть и первый урн, но 150 урона дает. У Бейна появился ультимейт, теперь он уже будет кого-то хватать. Пока что без Дайгера, но тем не менее, на топ-тауэр набегает. Ксим, Меку доделать не успел, буквально 100 монет. Но вышку сейчас убьют. Дайгерс топ-тауэр урн. Весьма неплохо все провернули Virtus.pro. Теперь уже не стыдно будет теряться свой Тауэр, если они сейчас разойдутся отсюда. То есть они заблаговременно размен нашли. Притом весьма неплохое еще и Джакира убили. Юниорс ходит с седьмого урня. Есть Faceboots, есть Bracer будет делать барабан, но пока что до барабана еще долго. О, и ходит фармить лес, вот сейчас его нашли, но никак не догонит. Пака даггера нет. Ага, разворачивается АУ-2000, пытается драться, потому что влетает еще снэккинг. Поставили статик шторм, но снэккинг не подцепили. Вместо этого подцепляет Уэркин с гриппом. Приходит Юниорс, начинает поедать НС, у НС очень мало хп остается. Пака уже убили. НС погибает, ну и влетает на Смайл, и Смайл замедляется Верлоуда. Снэккинг, ну и добивает его Никс. Никс не пожалел даже, видать, на такое дело. Ну, минус три. В ноль разменялись Дигнитус. Вертус, вроде, немножко сдержались на топлэйне, то есть, как я и говорил, можно было разойтись просто. Отдать этот ауру, ну либо потом опять прилететь, прилететь его дефать. Вместо этого забежали очень смело в лес, расставили варды, пытались кого-то найти. Нашли Драгонайт, но очень долго уж. То есть, Драгонайт увидел врагов. Заходит, потом уже вся команда рядом, просто разворачивается и начинает здесь всех убивать. На боттавар нападает. Приходит Снэккинг, защищает моментально все иллюзии, урона хватает на него. Второй Статик Реммит, уже второй оверлоуд. Так, ну и скоро уже можно будет осуществлять хитрый план, то есть, Лайфстиллер. Плюс Шторм Спирит, сажать Юниверсов Шторма и пытаться кого-то подбивать каждый раз. Ну, правда, не совсем понятно, кого у Пака. В принципе, Даггера пока что нет, но может успеть укатиться, спрятаться в свой фейшрифт, хоть фейшрифты первого уровня. Немножко убежать может. Хотя, думаю, Шторм догонит, если мана будет хватать. Но сейчас скоро появится Даггер уже, Паку будет не так боязно. То есть, сразу же, что на саппортов летает, Нага, своим ультимейтом нажимает кнопочку. Если выходит из Дизейбла, как видно, Шторм максил. Электрик Вортекс, то есть, 2,5 секунды будет притягивать. За 2,5 секунды не убили, уже есть шанс, что цель убежит. Приходит Никс, приносит Лайфстиллер, то есть, не Штормом, так Никсом доставит. Доставляет к НСу, и НС моментально погибает. Юниорс на Киллинг Спрей, барабан доделал. Дела идут замечательно. Давайте посмотрим, как дела по графикам. Как видно, 2000 преимущества по золоту есть у Рейдентов. Это преимущество они накопили за Лайнинг Фазу, как видно. Но... Сейчас, возможно, дела пойдут на поправку у Дигнтас. Давайте посмотрим. По опыту, как видно, было 3000. Виртус Брон, но потеряли уже в районе нуля все находится. Надо дать футбол Тауэр, сюда прилетает Элидан. Прилетает и саппорт, и Смайл уже здесь, у Смайла откатился Финс Грипп. Сонг о Зе Сайрен. Надо попробовать поймать Снэйкинг, пока он не улетел. Смайл стоит, думает, как бы из угла поаккуратнее притепиться. Однако, влетает Снэйкинг, неразумно притягивает. Эту самую Бэйну, но здесь сетка АУД 1000. Снэйкинг сам получил очень много урона. Снапнул. Дрейм колл и погибает. Погиб и Драгонайт, здесь уже поймали. Way to sexy. Way to sexy. Достался Элидану, Элидан. Даблкилл гонит дальше. Набегает. Фак сходил, купил себе даггер. Сетка дотягивается все-таки до Юниверса. Однако, я спас. Замечательная спаса Джакира. Посмотрим, спасет ли он его. Улетает. То есть, помимо сетки, здесь уже особо нечем сбивать селепорт. Тингрейп уже смайл потратил. Ну. Virtus.pro подловили все-таки. Очень быстро вся команда оказалась на месте. И поэтому разобрали одного за одним. Шторм пытался подцепить Бэйну. Чтобы тот не использовался ультимейт Бэйна. Как можно быстрее убить. Но Нага кидает сетку моментально на Драгонайт. И Драма чужая Шторма особо не может. Помимо Брэс Вайра. В итоге Бэйн выжил от пива с брейнсапом. Мы их просто добили. Ультимейт Паком. Не позволю Шторму улететь далеко. У Паках есть бутылочки. Дайгер купил. Уже в следующий раз будет инициировать очень смело. 10 секунд до Дрэмкоила. То есть сейчас. Если кто-то придет для Афектауэр, тот скорее всего погибнет. Нага вызывает свои иллюзии. Иллюзия блокирует клипов. Отличный аспат на двоих. Приходит еще и в эту сексе. Летят телепорты. Нага подстанели. Пак. Лизер Равер пожал. Но приходит Снекинг. Внутри сидит лайфстиль. Однако Статик Шторма все это дело накрывает. Снекинг моментально погиб. Дрэмкоил уже поставили в эту сексе бегать на привязи. Замечательный аспат. От Фогда. Фогд 4 поставил. Троих поставил еще и в эту сексе. Отходит. Виртузпро отступает. Потеряли Бэйна. Потеряли Пака. Несмотря на замечательный Статик Шторм. Сейчас похоже еще Экси. Подобьют его. Возвращают. Нет, не возвращают. Обратно. Не совсем уверен как это получилось. А, возвращали обратно. Это нападающих. То есть это НС. Напоследок. Пытался кого-то вернуть. Вернуть лайфстиль. Судя по всему хотел. Но тот поражал рейдж. И поэтому Глимс не сработал. Ну, в общем и целом. Дарксир убежал. В любом случае. Его не догнали. Но еще становится. 12-12. Прямо-таки. Аркадные такие драки. Интересно происходит. То одни кого-то вайпнут. То другие. Пока что все очень даже интересно. Дарксир. Купил себе энеробустер. Надо сделать ботинок. Пока что без ботинок. Бегал с одной мекой. С колечком. С щиточком. Без ботинок. Проблемно. Вот он несет себе бутылку. С спит. Несет себе бутылочку. Теперь уже с маной проблем не будет. У Наги сейчас откатится ультимейт. В принципе можно будет попробовать еще раз на кого-то напасть. На меде здесь. Возвращает в эту сексе. В эту сексе погибает. Достается Дарксиром. Сентривард здесь стоял. Судя по всему ходил в Виндете. Пытался кого-то подбить. Действительно Виндете потратил. Но похоже уже в последний момент просто для того, чтобы выжить. И это не сильно помогло. Ну и очень уверенно Виртус Про начинает. Пуштер два Таура. Похоже Дигнетис просто не хотят туда уже переходить. Хотят забрать бот Тауэр. В ответ. То есть устроить размен. Спокойно ковыряют. Сейчас вышку добьется этой стороны Виртус Про. Тоже спокойно вышку разбирают. Иллидан немного просил, но... Я думаю прохилят. Есть Мека. Есть Турна. Два заряда. Эспаста Джакира, но никого особо не подцепил. Так, прилетает. Прилетает Никс. Его вернут сейчас обратно. Даже Стасик Шторм не пожалел Дисраптор. Однако влетает Шторм Сперит. Выплазает из него Лайвстилер. Догоняет НС. И НС убили. Песня от Иллидана. Однако Юниор Сурейджа. Замедляет Иллидана. У Снекинга маны не так уж и много. То есть навряд ли он кого-то догонит. Но здесь остался Дарксир. Получает лоб хвостом. А Дракон начинает притягивать. Притягивает Смайл. Смайл погибает все-таки, несмотря на Брейнсап. Стоял на Макропайр. Здесь просто с Дизеблей никуда уйти уже нельзя было. Ну и таким образом размены. Потеряли двоих саппортов. Нага все-таки уходит за счет своей песни. Как видно уже в районе Меда стоит. Нага достаточно быстрая. Есть фейсбус, есть барабан. А саппортов здесь подловили. Ну, тем не менее, потеряли шторма Дигнитас. То есть они убивали. Дисраптора убивали Бейна. В обмен на Никса с Шторм Спиритом. Ну, я не думаю, что это самый лучший размен. Ну, как минимум. Давайте посмотрим, что с вышкой произошло. Tower Destroyed by Raiden. То есть вышку все-таки забрали. Virtus.pro. То есть это положительный момент. В принципе, и разменялись они положительно. То есть для них сплошные плюсы сейчас для Virtus.pro. Давайте смотреть, как дела по графику. 3000 так и продолжает содержаться на одной отметке. По золоту. По опыту в районе 1000. Но, я думаю, следующая драка уже покажет. Пока что идут какие-то размены. Но сейчас Нага покупает Shadow Blade. Интересное решение. Давайте посмотрим, как он будет. А, это Diffusal Blade. Как я неправильно прочитал. Diffusal. Замечательно. То есть еще один контроль с замедлением. Снимать будет бафы. Но бафов здесь особо пока что нет. И, понятное дело, Моноберн. Моноберн на всех иллюзий. Это очень неприятно. То есть какого-нибудь хилингого саппорта можно даже уже загрызть просто иллюзием. Кинуть сетку и иллюзием съесть. Пока. Double Damage Power Trace доделал. Смайл Аркеймбуд. В принципе, саппорты очень даже богаты. То есть здесь Аркеймбуд у обоих. Есть урна. Ворды. Телепорты. Все в порядке. C-Point Booster. То есть будет делать агоним. Решили, что скорее всего пайп здесь не нужен. Но здесь действительно урон. Радо что от Джокира. Магический. Неприятный. Понятное дело, еще и от Шторма. Но ради Шторма прожимать пайпы. Это как-то не очень интересно звучит. Дигнется тем временем. Поражали смок и несут лайфстиллера. Хотят кого-то найти. Вопрос в том, найдут ли. Смок закончится. Но есть еще один в это же время. Виртуз Про. Находят здесь снэкинг. Снэкинг получает Сайленс. Получает Инснерт. Стоит. Получает еще и Статик Шторм. То есть здесь никак не улететь никуда. А у Д-1000 уже нашли. Бэйн. Ультимейт уже потратил. Похоже, что сбили. Но тем не менее. Дифьюзлом замедляет его Лидан. И... Пак получает даблкил. Продолжает дальше пушить. То есть пока двое ходили смоки. Остальных троих. Пока трое ходили смоки. Учитывая, что был еще и Лайфстиллер внутри. Двоих потеряли. Дигнется потеряли. Тверда Тауэр. Ну и последняя внешняя вышка остается. Виртуз Про заходит уже на хайграунд. Заходит со всеми иллюзиями. Жакира не стесняется. Страсть Макропайр получает сетку. Но туда, через Макропайр, к нему никто не пойдет. Понятное дело. Притягивает его, пытается Дарксир. Хочет подбиться, очевидно. Жакира отплевывается льдом, огнем и всем чем только можно. Но, тем не менее. От вышки уже осталось очень мало. Все респауны отходят. Поэтому Виртуз Про. Сейчас можно будет попробовать вернуться. Но нет. Уже улетает один. Улетает Смайл на мид. То есть сейчас можно забирать. Последний Тауэр забирает Сарашаны. Ну и дальше только хайграунд. Как видно, здесь уже работу над этим начали. То есть скоро придут и... От этой вышки уже ничего не останется. Так, планирует все-таки развернуться, хоть. Вроде бы отступали, но можно зайти. Прячься в уголочке. Сейчас Шторма увидит. Шторма действительно видит. Надо влетать. Пакут быстрее. Давай Саленс. Саленс действительно дает. Получает Инснэр. Снэкинг. Погибает. Думаю, разошлись в Виртуз Прон. Нет. Была коварная засада. Ну и теперь Шторма не будет. Еще 30 секунд. То есть можно продолжить свой пуш и... Вышку забрать все-таки. У Наги кулдауна иллюзии есть. То есть можно иллюзию вызывать и вышку... Проламывать. Даже Сонго Зусайрен потрастили. Поцепили пока что только в эту сексе. Здесь стоит еще и Юниверс, но можно Никса убить. Поставили кинесик баррер. Не пожалел ультимейт даже. Диссераптор. Однако убивает. Убивает еще и Фокда. Судя по всему, влетает баг. Один дар остается. Фокда все-таки выживает. Здесь Финс Гриппом держит Юниверса. Однако Финс Грипп заканчивается. Юниверс. Инфестом прохилился. Тауэр надо бить уже. Подавили, поубивали. Это замечательно. Возвращается обратно Снэйк и притягивает Смайла. Смайла, большие проблемы. Смайла погибает. И Ау-Д-1000 летит. Пытается у кого-нибудь догнать, но пока что никого не догоняет. Нага барабана поражала. Пытается все улететь. Дизейблов нет. Улетают оба. Остальные убежали. То есть никого не потеряли, помимо Бэйна. Вертус Про здесь. Но, тем не менее, у вышки осталось 9 хп. Уже, наверное, на регену немножко. Буквально чуть ли не 3 хп оставалось. Когда нажимали Фортифайм. Ну, стоит понимать, что подавили Вертус Про. Подавили очень даже далеко. Как видно, чуть ли не по Тер-4 здесь заходили. Но в то же время свои киллы нашли. Тауру чуть не добили, но потеряли немного мы в контроле. Теперь они отошли. Все регенцы в фонтане, поэтому Дигнетас нападает на Рошана. Рошана бьет. У Рошана уже пол хп. У Вертус Про про это никакой информации нет. БКБ есть у Драгонайта. 10 секунд, то есть только принес себе армлет Лайфстиллером. Ну, никак не доделают орки. Здесь Некинг. Так, приходит Дарксир. Рошана очень мало хп остается. Надо паку прыгать, забирать Аегис. Нет, не слота. То есть не успел он выложить ничего, тем не менее. Аегис забирает Шторм. Шторм моментально его уже и теряет. Здесь Макропайр отплывается, чем только могут Дигнетас. Но застрял здесь Лайфстиллер. Приморозит всех напоследок. Но Мекку поражали. Макропайр уже не сильно напугал. Вертус Про. Хоть и опоздали немного. К убийству Рошана. Ну, не то, чтобы опоздали. Пак впрыгнул, но не успел выкинуть телепорт свой. Там буквально миллисекунда была у нее на этом. Если видеть, его не стоит. Аегис забирает Шторм, и Шторм из-за этого уже и погибает. То есть Аегис моментально теряет. Как минимум Рошан им досталось. То есть они получили с Рошана опыт, получили немножко золота. Ну еще, 20-15. 24-ая минута, как видно, здесь 5000 урэйдентов. 2000 по опыту. Казалось бы, не такое уж и большое преимущество. Однако, если посмотреть, здесь уже по ДН Али Тауэр. То есть Барак стоит и ожидает пуша. Нага находит дабл дэмэдж. Нага, купил ультимейтор. То есть скоро появится монтоста его или дана. Будет еще больше иллюзий. Все иллюзии выжигают ману. Бьют больно, бьют быстро. Неприятно будет. Ну и Пак делает БКБ. То есть ему неприятно, что каждый раз здесь станет. То есть очень много станов от Никса, от Жакира. То есть мы тогда здесь смотрели битву за Митавр. Здесь четверых буквально станет чуть ли не два раза подряд. То есть один раз четверых застанет Жакира. Второй раз троих застанет Никс Ассасин. Я думаю, Пак этого хочет избежать. Он хочет влететь. Дать всем Сайленс. Дать всем Дримкоил и потом спокойно отойти в своем БКБ. Либо даже не дамажить кому-то в атаке. Вертус про идет по топу. Осталась последняя вышка. Про нее. Немножко забыли. Здесь пушили бараки. Не то, что бараки, Сир 3. Так, однако приходит. Влетает. Влетает Снэккинг. Приносит лайфстилер. Притягивает Смайла. Тем не менее, Статик Шторм. Статик Шторм стоят. Оба еще и Сонга за Сайрон включили. У Смайла очень мало ХП. Песня заканчивается. Смайла убивают. Однако здесь дали вакуум. Пытается как-то ситуацию обыграть. Юниверс погибает. Ее просто зарубило Лидан. Однако, уже потеряли Дисраптора. Нага Сайрон убивает уже Никса. Гонит Джакира. Джакира получает Дефизл Бейт. Айспат сдал. Айспат обходит Лидан. Не получил еще измедление. То есть сейчас Джакира дорезет Джакира. Сетка АОД 1000 сейчас. И АОД 1000 погибнет. То есть это минус 5 сейчас будет. Действительно минус 5. Триплкил Лидану. Мы потеряли только 2х саппортов. Лучше и быть не могло. Виртус Пром. Как ни в чем не бывало, продолжается пуш. Спокойно. Доламый Тауэр. Гуд гейм, гоу-нэкст. Говорят Дигнитас. Ну, Дигнитас уже, да, ждать не хотят, пока им сломаются бараки. Здесь действительно делать больше нечего. Замечательно. Отыграли Виртус Пром. Не сложился 3 лейн. У Дигнитас на миде страдал Даргонайт. То есть, в принципе, по всем лейнам были проблемы. Дарк Сир спокойно фармит. Переходит здесь. За вышку. Потом уходит в лес. То есть, и по фарму все замечательно, и по опыту. Ферст Блат, конечно, сделали на Наге, но в ответ 2 килла успели забрать на 0 минуте Виртус Пром. И потом уже на 3 лейне. Обманывали здесь. То есть, делают отпул, ждут спокойно, когда придет противник. Противник действительно приходит. Ну и вардом здесь, да, вард. Врагов видели, поэтому приходит Нага Сарин и... Здесь двоих убивали. Ну и потом еще раз и еще раз пробовали. Дигнитас. Сунуться туда посмотреть, что происходит. Ну и каждый раз погибали. Таким образом. В ранней игре получили очень много преимуществ Виртус Пром. И на этом преимуществе просто проехались. Как катком. Замечательно контролировали все тимфайты. Давайте посмотрим. Вторая игра. Американский сервер, напомню. Посмотрим, смог ли Дигнитас сейчас обыграть противника. И выйти в третий матч. Пока перерыв. 10-15 минут. Давайте ждать. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...